Супруги Скретневы приехали в Звенигород из Сибири. Решили перебраться поближе к детям и внуку. Квартиру приобрели в 2016 году. Сдача дома планировалась в 2017. Но у застройщика возникли сложности с подключением к магистральным сетям. Пришлось строить свою котельную. Из-за этого и сроки сдачи объекта сдвинулись. Готовность 100%. Осталось решить документальные вопросы, говорит представитель застройщика. Если у надзорных органов претензий не будет, жилой комплекс введут в эксплуатацию к осени. Оптимизм строителей разделяют и будущие новоселы. За последний год была сделана, проделана была очень большая работа. Ввели в действие котельную, подключили газ, заключили договора на водоотведение, на электричество. Следить за развитием событий теперь будут не только дольщики. Ситуацию на личный контроль взяли глава Одинцовского округа Андрей Иванов и городской прокурор Юрий Чижов. Мы живем уже в этом доме 6 лет. Людмила Панкова с супругом купили квартиру в новостройке 19А на улице Маяковского. Документы на ввод многоэтажки в эксплуатацию есть, а коммуникаций нет. Историю их подписания должностными лицами сейчас изучают правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. И в настоящее время оно расследуется, проверяются действия должностных лиц гостроенадзора и действия должностных лиц администрации. Также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в отношении застройщика». Специалистам же в ближайшее время предстоит оценить состояние дома. На экспертизу уйдет порядка месяца. У жильцов дома по соседству на улице Маяковского буквально земля ушла из-под ног. В квартире на первом этаже провалился пол. Теперь специалистам предстоит оценить состояние дома в целом, чтобы предпринять дальнейшие действия.